Девушки отдыхают Евгения Кружилина, 31 год. Аудитор в торговой компании. Замужем, детей нет. Подозревает супруга в неверности. Здравствуйте. Извините за опоздание. Ничего. Денис, меня зовут. Очень приятно, Евгения. Я Дима. Слушаем, Евгения, что за ситуация вас привела? Я подозреваю мужа, потому что в последнее время он себя ведет как-то неадекватно. А как именно? Объясните, пожалуйста. Ну, мы давно живем вместе. Он был всегда внимательный, заботливый. Какая-то романтика присутствовала. А в последнее время это куда-то пропало, исчезло. Не знаю, я больше не чувствую от него тепла, заботы. Он не сильно заботится о семейном бюджете. Он работает в муниципальной поликлинике. И я много раз попросила его, там, можно быть, устроить свой на полставки еще куда-то, какую-нибудь частную клинику. Но он сказал, что им хочет ничего менять. Все устраивает. Да, но я так предполагаю, что в этом есть какая-то подоплека, потому что у него такой график удобный. Он по сменам работает то утром, то вечером. А я целый день на работе, получается. Вот в какое-то свободное время, когда меня нет дома, теоретически он бы мог чем-то там заниматься, но это пока мои догадки. Не знаю. А как вы заметили все это? Все из мелочей каких-то складывается. Ну вот недавно, например, мы сидели, смотрели телевизор, и ему кто-то позвонил, он подорвался, подскочил и убежал в другую комнату. И, собственно, не объяснился. Хотя прежде мы всегда доверяли друг другу и никогда даже пароль особенно не ставили на телефон. Установим тогда за вашим супругом наружное наблюдение, и в вашей квартире установим камеры. Хорошо. Надеюсь, все обойдется. Давайте будем верить лучше. Спасибо. До свидания. До свидания. На следующий день началась работа над новым делом. Как только супруги Кружилины разъехались по своим работам, оперативники занялись установкой камер в их квартире. Есть, Вартан. Спасибо. Дима, Дима, прием. Как слышно? Да, Костя, слушаю. Ну, смотри, 8-5 от канала. Проверь сигнал. Сигнал приходит. Какие дальнейшие цены? Все, можете собираться. Спасибо. Ролейка приняла. Объект. Группа наружного наблюдения дежурит у входа в городскую поликлинику, где принимает пациентов наш подозреваемый. Сегодня он отработал в первой половине дня и вот-вот должен освободиться. Увидели мужчину, это наш подозреваемый. Петр Кружилин, 36 лет. Врач-стоматолог в муниципальной поликлинике. Женат, детей нет. Проход для летучей группы понадобится. Ждем. Указание от Димы. Летучая группа как по готовности? Дим, все готовы. Ждем, пока он тронется. Спасибо. Молодцы. Начали движение. Мы только начали расследование и пока владеем минимальной информацией о привычках и стандартных маршрутах подозреваемого. На данный момент мы знаем, что прямо сейчас Петр едет не к себе домой. Не упустите, Колян, давай там, по-аккуратней. Вроде сегодня пробок нет, все нормально, мы видим его. Интрига продержалась недолго. Мужчина припарковался рядом с бизнес-центром, в котором находится офис его жены, и остался сидеть в автомобиле. Наша заявительница с мужчиной каким-то идут по тротуару. Он выходит из машины. Женя! Женечка! Видел ее. Привет. Как дела? Петр? Андрей. А что вы здесь делаете? Боже мой. Он что, следит за ними? Потому что пообедать, это коллега мой. А как пообедать-то у вас у нормальной столовой здесь? Что ты делаешь? Петя, мы начинаем. А что не начинает? Столовая, столовая, мы идем просто пообедать. В чем проблема? Что за тип какой-то? Я тебя встречаю. Успокойся, я тебя прошу. Нормальные вопросы тебе задаю. Просто выходишь с каким-то типом. Успокойся, давай не будешь здесь орать. Да, мы сядем в машину. Да, фиксируем. Спасибо. Наш подозреваемый устроил супруге сцену ревности. Хотя Евгения как будто просто шла с коллегой на обед. Похоже, в семье Кружилиных большие проблемы. Взаимное недоверие привело к взаимной слежке и публичному выяснению отношений. Ты просто... Я вот машину пропаду. Слушай, блин, это очень до стран. Получается, раз. Может быть, поедут куда? Похоже, Евгении стоило бы обратиться за помощью не к нам, а к специалистам другого профиля. Все зашло слишком далеко. И это бурное разбирательство в машине ничего уже исправить не может. Оставь свои истерики при себе. Ну, вышла женщина. Раз ты идешь за мной, значит, сиди здесь и жди, пока я закончу работу. Наша заявительница вернулась на работу. Несмотря на то, что наш подозреваемый пригрозил Евгении и дальше за ней следить, он практически сразу же уехал домой. Доброе утро. Работаем по квартире. Наступил второй день наблюдения. Сегодня по графику Петр принимает пациентов после обеда. Как раз сейчас он собирается ехать на работу в поликлинику. Собирается он куда-то. Два ночи в дверь. Кто заходил в подъезд? Дима, никто не заходил. Видимо, какие-то соседи. Смотрим. Здравствуйте. Привет, Алина. Я опаздываю на работу. Ты понял? Вот Арина. Арина, повторюсь. Арина. Пяти минут даже нет. Арина, давай я тебе, солнышко, прямо часа на два завтра, давай я тебе запишу. Давай, мой хороший, давай. Давай, все, давай. Это самое, я тебе прямо напишу, и завтра на два часа. Я завтра... Соседка в два часа к нему должна прийти, видимо, в кабинет его. Приехал. Несмотря на то, что Петр уверенно выставил Арину за дверь, кое-что показалось нам подозрительным. Во-первых, соседка просила мужчину задержаться, как обычно. А во-вторых, наш герой вел себя с гостьей слишком уж фамильярно. Петр спешно собирается, наружка готова встречать? Да, Димашина заведена, ждем его на улицу, прием. Принял. Все, выходит он, свет забыл выключить. А, не, вернулся. Вернулся, выключил, все, покинул. Мы его на улице. Наш подозреваемый отправился на работу, где пробыл до позднего вечера. Когда прием закончился, Петр вернулся домой. Больше в этот день ничего важного для нашего расследования зафиксировано не было. Наша команда третий день подряд ведет наблюдение за Петром Кружилиным по просьбе его супруги Евгении. У нашего подозреваемого сегодня был прием в утреннюю смену. После него он не стал снова следить за супругой, а вернулся домой. Звонок в дверь у нас. Не знаю, кто пришел. В подъезд заходила какая-то женщина в темной одежде. Может быть, это и она. О, мой, привет! Как дела? Валентина гостью зовут. Да? Да. Хорошо знакомые. У тебя как добралась? Хорошо. Ну, скотковато, конечно. Я тебя не могу забирать, извини. Да, я понимаю. У меня машина, короче. Ты можешь обувь только там снять? Да, да, конечно. А тут наследишь, а у меня операции нет. Ты же не будешь операции? К нашему подозреваемому в гости пришла какая-то Валя. Интересное наблюдение. Петр извинился, что сейчас не может откуда-то забирать женщину, потому что у него что-то с машиной. Однако, во-первых, с его машиной все в порядке, а во-вторых, похоже, что он подвозил ее регулярно. Смотрите, может, чье кофе? Кофе добавить. Кофе? Да. У меня, знаешь, что? У меня тут пакетик, ну, такой вот хороший. Да, ничего страшного. Пока ничего предосудительного не происходит. Ты завязывал? Да, убежал. Что их завязывает, вот в чем вопрос. Там детство не поведает. Пока мы видим, что Петр и Валентина общаются по-дружески, с сохранением дистанции. Кто эта женщина? Что ее связывает с нашим подозреваемым? И вообще, зачем она здесь? Все это для нас пока остается загадкой. Нет, на себе только кофе. Короче, знаешь, я сейчас тебе кофе сделаю, полей в душ. Ладно, схожу быстро. Потому что я ничего, короче, не успеваю. В душ собирается. Я просто не успел. Странно. Пенку, да, да, да. А вот это уже как будто бы выходит за рамки допустимого. Не слишком ли это интимный момент пойти в душ, пока гостья сидит на кухне? Откуда такая необходимость помыться прямо сейчас? В конце концов, Петр работает в поликлинике, а не в какой-нибудь шахте или на стройке. Купочки. Ой, какой ты шустрый. А вот и я. В одном полотенце вышел, внимание. Все, 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 все. Да, закрылась, спасибо большое. Слушай, я выстрел вообще прям. Три секунды. Пойдем, что покажите. Ну, она тут не первый раз. Походу все понятно здесь. Да, есть какие-то контакты. Свет нормальный? Ты же привыкла со светом. Да, конечно. Да? Конечно, Валентина привыкла со светом. Пока Петр обещает своей любовнице райский отдых, Дмитрий и Денис встречаются на месте событий. Теперь нам осталось только дождаться приезда заявительницы. Евгении придется пережить очень неприятные минуты. Привет. Привет. Акбар рядом. Отлично, отлично. Хорошо, что хоть Арина ушла. Ой, там и без Арины сейчас не думается, будет в чем поразбираться. Ну да. И внимание, мы видим Акбар, он сворачивает во двор. Принял, спасибо. Операторы взяли в кадр всех. Работаем. Ребят, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Да, здравствуйте, Евгения. Ну, вы догадываетесь, обо всем, если мы вас вызываем вот так, значит, ничего хорошего не можем сообщить, к сожалению. Я готова. Смотрите видео, все поймете. Пожалуйста. Мы работаем вместе в одном офисе. Даже так. Я, получается, сама их познакомила. Но это не все еще. Да, еще приходила соседка Арина. Ваша. Да. И устроила скандал Петров. Это наводит нас на мысль, что у них тоже что-то есть. У нас там нет доказательств, но сам факт. Я в шоке. Ну да, на квартиру говорящую. Да. Ладно, пойдемте. Они же там еще? Так решаете, да? Конечно, однозначно. Внимание, группы приготовились. Да-да, идем в подъезд. Работа как в подъезде. Пейнт идем. Мы на этаже, заходим в квартиру. Давайте не стесняемся. Здравствуйте. А что? Что случилось? Арина тоже приходила к ней? Евгения и Арина приходила. Мы вообще же пометанты. Я вообще не ходила заходить. Мы сердце сорошили. А ты мне расскажешь. А что я тебе рассказываю? Так что она здесь делала? Придим, за ней пойдет тоже. Да что ты. И все твои *** ко мне приходили. Девушка, не задерживаем. Пусть выходит. Петр, давайте расскажем, что происходит. Это программа «Обасные связи». Мы занимаемся расследованием супружеских измен. Ребят, вы что, у вас тут не так много? Прям слепите в глаза. Вы что, не спокойнитесь? Мы скоро уйдем, вы не волнуйтесь. Вопрос, останется ли у вас жена. Я просто не знаю, что ты делаешь. Забирай свои шмотки, все это дерьмо. И вылетайся отсюда, из моей квартиры. Ты понял? Я не хочу тебя больше видеть. Чего вообще твоя? Знаешь что? Чего? Помнишь Андрея? Какого? Которого ты встретил возле офиса, когда ты следил за мной. Ничего. Так вот, ты был прав. И мы охрененно каждый день в офисе. Не с ним хорошо, я с ним оргазм получаю. Понял? А ты кусок говна, выметайся. Прямо сейчас все. Я не хочу тебя... Уходи. Да ладно, ты чехол. Тварь. Думаете, это правда, что она сказала? Да какая разница? Петр, мы под вас, что ли, девушек подкладываем? Жены, смотрите, пока вы здесь снимаете, там, с вашими женами, там, неизвестно, что происходит. Да вы, да. Здесь человек, камеры. Что-то я не понимаю вообще его позицию сейчас. Мне это уже не волнует и не касается. Я не хочу больше его видеть и знать. Семь лет в пустую ушли просто на... Я приду за вещами, Жень, не занимайся. Давай этот цирк разгоняйся. Я тебе помогу, я их соберу и выброшу нахрен. Работаем с Димой. Ну, видимо, он не верит, что все это серьезно. А вы куда сейчас, Карине? Постой. Кто ждет? Понятно? Подышу воздухом. Давайте подышите. Оставили его в покое. Работать не работал, не жил, как у Христа за пазухой. А сейчас... Так это и устраивало, наверное. Удобно? Видимо, да. Значит, я дура. Что позволяла все это делать. Ты тут хотел уточнить про Андрея? Что ж ты вы сказали? Это правда или вы просто пыль в глазах? Так, чтобы сделать ему больно, чтобы он почувствовал то же, что я сейчас чувствую. Но он в любом случае вернется сейчас. Я думаю, пошел подышать воздухом. Давайте мое наблюдение продолжим. Если что, мы будем рядом. Если потребуется, наше пыль. Да. Услышали, Дим, услышали. Спасибо вам большое. Держитесь. Группа обвеса отбой на сегодня. Не снимаем оборудование. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Матча с нами. Ждите распоряжение. Ну что? Группы наблюдения не снимаем, если что, докладываем. Да. Он, конечно, решил дать мужика, включил матч. По ерундой не занимайся. Сейчас играется. Ничего не случилось. Ну, это блеф просто. Не уверен я, что он вообще так степенно на самом деле чувствует. Ну, сейчас, я думаю, погуляет, подумает. И сознает всю глубину трагедии. Посмотрим, чем закончится. А пока стоп. В течение нескольких последующих дней Петр пытался объясниться с супругой и наладить отношения. Однако Евгения не стала с ним разговаривать. Она выставила вещи мужа за порог и подала на развод. Дальнейшая судьба Петра нам неизвестна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 О.Егорова